Приветствую вас, Дмитрий. Вообще, у вас, как мне видится со стороны, есть одна базовая проблема. Это проблема тревожности, которая в вашем случае, как и в любом другом, приводит к страху близости, в том числе интимной. И вы переходите на альтернативные способы реализации своих желаний, в том числе и интимных. Следующий вопрос, который здесь возникает при изучении вашего текста, при изучении вашего вопроса. Это как вы пришли к тем действиям, которые вы описываете? При наличии у вас девушки. Это основной вопрос. У вас есть девушка, у вас в ней есть интимные отношения, вы выбираете иную форму этих интимных отношений без девушки. Собственно, с этого все начинается. Это, наверное, одно из первых, на что нужно обратить внимание. Второе. Это механизм навязчивости, то есть механизм навязчивых идей, навязчивых мыслей. Об этом вы можете почитать в интернете самостоятельно. И, в общем-то, страх потерять отношения. Вот. И, соответственно, вот эти те проблемы, с которыми вам следует поработать. А у меня здесь еще есть неуверенность в себе, но это уже при более близком контакте с вами можно будет выяснить, так ли это на самом деле или нет. Ну вот. Пока что такое ответ я могу вам дать. Что касается вопроса, которые вы задаете, то все очень индивидуально. В общем, в вашем случае это так, как вы говорите, в вашем случае так, как вы описываете. И это для вас справедливо, но для другого человека может быть все совсем иначе. Для другого человека все может быть по-другому, по-другому совсем. Вот. Поэтому тут так, что вы пытаетесь опереться на какие-то вот, ну, по-вашему, может быть, мнению, условные неоспоримые факты, да? Вот. Ну, это всего лишь говорит о том, что вы, вот, ну, несколько в себе не уверены. Это и есть то, что в психологии называется тревожностью. Вот. Такой ответ можно вам дать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам понравился. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Академия. Продолжение следует...